привет в одном из прошлых видео мы с вами разговаривали о даблтреке о том как его заменить как делать синтетические даблтреки и потом один человек меня очень сильно упрекнул в том что я вообще ни одного слова не сказал о моносовместимости а на самом деле да эта проблема есть потому что когда вы делаете цифровую копию второй дорожки у вас может возникнуть гребенчатый фильтр и соответственно вы получите себе очень гнусавый и мерзкий звук в моно и в этом видео я хочу вам рассказать как с этим бороться и как собственно справиться и добиться хорошей моносовместимость совсем другое дело когда у вас не даблтрек а две дорожки вокальные одна находится с левее другая находится правее но в этой ситуации эти две дорожки если в дабле у вас есть лид а дабл является подчиненным голосом да то здесь они два равнозначных голоса вот это чебурашка в этой ситуации у вас один голос находится слева второй голос находится справа они абсолютно равнозначны и они находятся в одной громкости поэтому когда вы нажимаете кнопку моно они складываются и здесь может быть проблема да если у вас цифровой сдвиг то у вас может образоваться гребенчатый фильтр что такое гребенчатый фильтр предположим у нас есть два сигнала синусоидальной формы один из которых задержан относительно другого ровно на половину полуволны то есть там где у первого будет отрицательная полуволна у второго будет положительная полуволна если такой сигнал мы отдадим сумматор по сути сложим в муна то на выходе мы получим тишину мы получим ноль потому что эти сигналы они вычутся друг из друга вот такая же история может получиться у вас если вы сделаете цифровую копию дабл трека в какой ситуации давайте разберем первое ну во первых природе не существует синусоидальных сигналов а каждый сигнал состоит из набора синусоид различной амплитуды и различной частоты что собственно и образует спектр сигнала по оси x у нас идет частота по оси y у нас идет амплитуда предположим мы берем на фортепиано ноту ля 440 герц это будет первая гармоника 440 умноженное на 2 это будет вторая гармоника то есть 880 герц третья гармоника это восемьсот восемьдесят плюс четыреста сорок тысячи триста двадцать ну и соответственно четвертое это тысяча семьсот шестьдесят это восемьсот восемьдесят умноженное на 2 ну вот так выглядит гармоники да но на самом деле любые сигналы музыкальные речевой он состоит не только из этих гармоник а там присутствует очень много разных частот оттенков и так далее то есть это достаточно насыщенный спектр что собственно и образует тембр инструмента и то что мы с вами слышим если такой сигнал задержать 2 один относительно другого то всегда найдется частота которая попадет точно в противофазу так как мы с вами рисовали на первом рисунке как это посчитать первое длина волны равна скорости звука разделенная на частоту то есть например для чистоты 100 герц это будет 340 разделенное на 100 то есть 3 и 4 десятых метра соответственно для того чтобы этот сигнал попал в противофазу вам нужно задержать его на половину длинной волны то есть на 1 и 7 десятых метра какое время понадобится звуку чтобы пройти этот путь то есть какая должна быть задержка давайте посчитаем по-другому теперь посчитаем тогда время t которое звуку понадобится чтобы пройти 1 и 7 метра определяется по формуле длина волны деленная на скорость то есть эта скорость звука она измеряется в метрах в секунду а это путь который она должна пройти то есть 1 и 7 метра звуковая волна при скорости 340 метров в секунду пройдет 0 0 0 5 секунды то есть 5 миллисекунд то есть мы еще умножаем это все на 1000 5 миллисекунд понадобится звуку чтобы пройти этот путь соответственно задержка в 5 миллисекунд приведет к тому что попадет в противофазу частота 100 герц но не все так просто если бы только 100 герц попала в противофазу было бы не так болезненно но вместе с ней попадет и 3 и 5 гармоники посмотрите это будет видно из графика который сейчас буду рисовать период полный период это вторая гармоника вторая гармоника не попадет в противофазу потому что здесь уложится ровно один период и сдвиг на один период просто приведет к суммированию да а вот третья гармоника здесь уложится 3 полуволны и соответственно третья гармоника также попадет в противофазу и вместе с ней попадет и другие гармоники которые у где укладывается нечетное количество полуволн соответственно у вас будет выпадение спектра допустим 440 1320 и дальше так далее так далее по спектру вот это приведет к гнусалому звуку то есть тембр инструмента или гитары или вокала он станет вот таким но сообразным вот исходя из того что я вам рассказал уже понятно да то есть задержка больше пяти миллисекунд фактически нас избавляет от гребенчатого фильтра поэтому если мы делаем задержку 15-20 миллисекунд то 20 миллисекунд на слух конечно на ударной партии будет ощущаться как дробление вот так вот да но фактически от 10 миллисекунд гребенчатый фильтр нам не грозит и теперь давайте пойдем в студию я на примерах покажу как это все на самом деле звучит и как этого избежать теперь давайте разберем ситуацию когда мы не используем дабл трек а когда мы хотим раздвоить голос на левый правый канал чтобы он стал шире я сделал копию точную копию вот дорожка день это точная копия дорожки основной теперь где у нас стоит там на 45 процентов направо а этот я поставлю на 45 процентов налево и по сути вот такое дублирование она нам ничего не даст потому что по факту у нас просто удвоится громкость основного вокала ничего больше не изменится да вот если я нажму сейчас моно а треть а теперь смотрите я буду сдвигать правый канал вперед маленькими маленькими шажочками по 0 1 миллисекунде и сначала мы послушаем это в стерео а потом я вам покажу то же самое в моно и и и и и и и и чем больше я сдвигаю на опережение правый канал тем больше фантом смещается вправо компенсировать это можно громкости да то есть увеличив громкость левого или уменьшить громкость правого и тогда фантом будет возвращаться обратно но теперь посмотрите здесь какие грабли под водой если я сейчас нажму кнопку моно и буду делать то же самое послушайте что будет у девушки появился насморк и чем больше разница между левым правым каналом по времени тем ниже опускается частота от которой начинается гребенчатый фильтр конечном счете при 10 миллисекундах эта частота уйдет настолько далеко что ни одна волна не будет попадать в противофазу и мы избежим гребенчатого фильтра но при этом у нас вокал будет чем дальше мы их раздвигаем тем он будет становиться шире до тех пор пока мы не поймем что их два еще раз показываю это спасибо за просмотр! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Если я буду уменьшать громкость канала, который опережает второй, то Phantom будет возвращаться к центру. Субтитры сделал DimaTorzok Плюс различия вокализации могут помочь вам вернуть Phantom в центр. Этот эффект можно применять не только на вокале, но, допустим, на гитаре, на еще на каких-то инструментах. Ну, всегда тогда, когда удобно. Только очень важно, обязательно проверяйте моносовместимость, что у вас будет в моно. Примерно такой же эффект будет возникать, если я сделаю таймстрейч на очень маленькую единицу, мы тоже получим гребенчатый фильтр. Ну, и, соответственно, питч, ну, в меньшей степени, но тоже, питч тоже даст вам гребенчатый фильтр. Поэтому всегда проверяйтесь на моносовместимость. Вот в том видео, которое я писал, оно называется «Замена даблтреку». Кому интересно, ссылка будет внизу. Там я об этом вообще ничего не сказал, и меня достаточно справедливо упрекнули в этом. Вот поэтому я снял вот это видео, чтобы вы не наступали на грабли. На самом деле, очень часто бывает так, что звукорежиссер забывает проверить моносовместимость, и потом у него в моно вот эти вот гнусавые голоса или гнусавые гитары, и звучит это отвратительно, это ошибка. Вот хочу предостеречь вас, чтобы вы таких ошибок не делали. Ну, на этом все. Хороших даблтреков, хороших миксов. Пока!